Мальчик из Новосибирска съел конфету с никотином, после чего в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Таких роликов в сети сотни. За последние полгода причиной серьезных отравлений школьников по всей стране стали снюсы. Раньше так назывался жевательный табак. Но производители никотиновых изделий освоили новую технологию. Теперь наркотическое вещество вводят в конфеты мармелад и иные безобидные по внешнему виду продукты. Дети легко переступают границы дозволенного и начинают употреблять опасные для организма смеси. Содержание никотина в этих веществах в 5-6 раз превышает, в которые входят в сигареты. Вещество закладывается через полость рта. То есть никотин поступает быстро, вообще минует легкие, минует альвеолы, попадает сразу в мозг. Никотиновые пакетики в шайбах, как их называют подростки, находятся в свободном доступе в табачных киосках и кальянах. Ограничить оборот снюсов полиция не может. Продукт не запрещен к продаже и даже не приравнивается к сигаретам. Хотя его воздействие на организм, как говорят врачи-наркологи, еще опаснее, особенно если это касается детей. Несформированная психика, несформирован вообще весь организм, сердечно-сосудистая система, которая еще растет. И когда удар такой дозой никотина получается, то исход самый неблагоприятный может развиваться. Это вплоть до учащенного такого сердцебиения, тахикардии, неконтролируемая, скажем так, которая приводит к остановке вообще сердечной деятельности. При всех побочных эффектах никотиновая смесь не попадает под запрет ни одного российского закона. Снес не табачное изделие, а значит наказать за продажу несовершеннолетним сложно. В Сарове полицейские пытаются локально воздействовать на предпринимателей. Правоохранитель может составить протокол. Что за ним следует, решается в индивидуальном порядке. Мы установили в настоящее время все точки в городе, где продают снюсы. С индивидуальным предпринимателем проведена профилактическая работа на предмет того, чтобы о запрете или ограничении продажи данного категории товара, в том числе несовершеннолетним. Депутаты Госдумы уже рассматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях о запрете продажи снюсы несовершеннолетним. В первую очередь, ответственность за употребление ребенком вредных веществ несут его родители. По словам нарколога, дети, которые растут в неблагополучной обстановке или ощущают психологическое давление в семье, больше всех подвержены пагубным привычкам.